Денис, приветствую тебя в нашем совместном эфире фундаментального и технического анализа тех рыночных ситуаций, которые сейчас на площадках наблюдаются. Неделя по содержанию экономического календаря, скажу так с позиции фундаментала, явно не блещет отчетами, но сейчас внимание трейдеров приковано к очень непростым отношениям между Китаем и Штатами, опять же из-за событий в Гонконге, из-за возможности усиления антикитайской риторики еще перед выборами президента США. Соответственно, это основной катализатор сейчас рыночной неопределенности, и тем, кто ждет какой-то отдачи для площадок волатильности, я думаю, что за этими событиями обязательно нужно наблюдать. Мы видим, как активно ходит золото, в принципе, это не только даже сейчас, еще и на прошлой неделе оно было на пике своих именно волатильных ходов, и точно уж по отклонению от среднего диапазона хода было значительно. Я предлагаю сегодня Денису уделить ему внимание, посмотрим, что конкретно на рынке, и я думаю, что будет интересно тем, кто следит вместе с нами за золотом, получить какие-то конкретные рекомендации. Давай тогда перейдем к демонстрации экрана, чуть-чуть пару слов по прошлому идее, и мы непосредственно к тому, что сегодня. Так, один момент. Так, демонстрация должна была уже пойти. Денис, дай мне фидбэк, обратную связь. Да-да-да, отлично, все видно. Все супер тогда. Так, ну что, в прошлый раз мы говорили с тобой о евро и фунте. В частности, я делал акцент на то, что эти два инструмента интересны с точки зрения продаж. Собственно, по евро давал рекомендацию с L-Limit с уровня 1.10, и, в принципе, эта отложка очень неплохо себе отработала. Мы действительно добрались до этого значения и пошли вниз, и фактически low с тех пор состоял 1.0869, но сейчас мы отрастаем. Я рекомендую держать короткие позиции, надеюсь, что к уровню 1.10 мы не вернемся. Даже с точки зрения техники было бы логично сейчас добить до прежнего уровня поддержки, там, в районе 1.08. Надеюсь, все прекрасно понимают, почему евро с точки зрения фундамента является сейчас крайне уязвимым инструментом. Это, опять же, обголоски слабых релизов впоследствии пандемии и подготовки к тому, что ЕЦБ не остановится на текущих мерах стимулирования и будет активно поддерживать экономику и дальше. Собственно, до заседания ЕЦБ, да, еще много времени, но очень важно сейчас понять, в каком формате будет развиваться событие касательно франко-германского фонда, помощи на 500 миллиардов. И вот как раз евро на этой неделе может быть интересна тем, что именно за этим активом будет статус тоже довольно волатильного инструмента, потому что завтра Еврокомиссия отдаст свой окончательный вердикт по этому фонду. И я допускаю, что, может быть, даже сумму подурежут с 500 миллиардов, подсократят. Также непонятно, в каком формате будет осуществляться раздача этой помощи, гранты, либо кредиты. А страны с жесткой бюджетной дисциплиной сейчас пытаются как бы вставить палки в колеса этому фонду. Я имею в виду Австрию, Швецию, Данию, Нидерланды и так далее. Поэтому к евро я рекомендую сейчас присматриваться. Может быть, европейская валюта вместе с золотом точно попередит по волатильности другие финансовые инструменты. Почему нужно держать короткую позицию? Потому что мы, друзья, очень скоро получим данные по второму кварталу, по экономическому росту. Это еще раз напомнит нам, почему стоит рассчитывать на возможность расширения программы количественного смягчения. Ставить в плане, ориентировав ниже уровня 1.08, я бы пока что не торопился. Но все-таки до отметки 1.08, думаю, что евро мы еще сможем добить. Что касается второй идеи, эта идея была по продаже британской валюты. Примерно на вот этих значениях в районе отметки 1.22 я давал рекомендацию в сейл. Рекомендую держать короткие позиции и сейчас, потому что на прошлой неделе было куча слабых релизов от данных по рынку труда до провальных отчетов по роничным продажам. Просто сокрушительный удар потребительской активности был нанесен в пятницу. И важно отметить, что эта статистика как раз сейчас приближает нас к решению Банка Англии по доп. стимулированию. Это увод ставок на отрицательную территорию и, возможно, увеличение программы количественного смягчения на 100 миллиардов. Это решение уже будет принято через две недели. И в пятницу руководитель Банка Англии Эндрю Бейли практически подтвердил, что эти меры точно будут приняты. Поэтому сейчас тех, кто не заходил раньше в продажные сделки, можно попробовать выставить отложку селлимит с уровня 1.23-1.23.10. И считаю, что выше данного рубежа, особенно на текущем невластном фоне, мы вряд ли пройдем. Если удастся отбиться от этого значения, то, разумеется, привлекательность этой сделки в отработке селла и достижении тейк-профита к уровню 1.20 будет гораздо выше, чем если бы заходили с уровня 1.22. И что касается второй позиции на сегодня второй сделки, это золото. Собственно, с Виталием Кухтой мы также накануне разбирали общую обстановку по рынку драгоценных металлов. И пришли к выводу, что рынок золота сейчас пользуется поддержкой как защитный инструмент. Это действительно так. В данный момент котировки 1728.50. Я допускаю, что будет повторный тест поддержки 1720. Я раньше уже открывал длинные позиции отсюда, но думаю, те, кто проворонил этот шанс, будет еще одна возможность зайти выгодно в покупке рынка драгоценных металлов. И здесь главный триггер для роста отношений США и Китая после протестов в Гонконге. Снова на горизонте замаячила вероятность установления экономических санкций против Китая, что, разумеется, еще больше ускубит отношения между странами, омрачит перспективу мирового экономического восстановления. Да и в целом, с последствиями пандемии, я думаю, что это еще больше удар для мировой экономики. Поэтому есть насчет чего сейчас переживать трейдеров, есть причина, по которой их неопределенность на площадках сохранится. Я думаю, что у золота при таком новостном фоне нет шансов очень сильно пролиться, в плане растерять стоимости. Есть только лишь потенциал для роста, и вопрос только в том, откуда лучше всего купить этот актив. Если удастся додержать, опять же, точнее просидеть в ожидательной позиции для поддержки 1700, ну это будет супер, я точно буду увеличивать позиции с этого рубежа. Но думаю, что до 1700 мы в ближайшее время не уйдем. Если и будет коррекция, то не ниже уровня 1720. Денис, на этом передаю тебе слово. Слово принял. Показ рабочего стола тоже сделал, думаю, меня уже должно быть видно. Касательно евро, смотри. Дело в том, что по евро я абсолютно полностью придерживался, точнее, медвежьих настроений. Я ожидал, вот у меня была зонка, прекрасная, красивая зона, причем самая логичная, с моей точки зрения, для покупок. И объемы здесь были, и поддержка хорошая была. Ну, короче, здесь абсолютно все было сделано для классных покупок. Но, как видим, цена пока еще туда не спешит. Далеко не факт, что сможет туда дойти. Дело в том, что со вчерашнего дня я ожидал, что если здесь появится у нас зона покупателей, которая вот буквально при закреплении сейчас 4-часовой свечи, плюс-минус, в районе текущих уровней, она фактически уже будет являться зафиксированной. И я считаю, что отсюда могут все-таки сделать добой вверх. Да, это середина диапазона, да, поддержка здесь не такая уж прям и сильная была. Но, тем не менее, все равно иногда я от таких вещей тоже отскакиваю. Поэтому я стараюсь удержать руку на пульсе рынка. И в данном случае я все-таки евро склоняюсь с покупком на ретест максимума. Та же самая ситуация и по фунту. По фунту, как помнишь, в прошлой неделе я держал продажу вместе с тобой. Только единственное, у меня 22.90 здесь был вход. То есть была красивая резонная и маржиналка в дополнение. Вот я его ставил до сих пор. Она еще висит актуально. Ее можно пролонгировать. Еще там форвард-поинт, она получается у нас вот такая. То есть показывает тем самым ближайшее сопротивление. Вчера 30% продаж я зафиксировал как раз в районе 21.85. То есть там 100 с копееками пунктов здесь фиксанул остаток. Пришлось сегодня закрывать вот по мере роста. Потому что когда я уже увидел, что цена проталкивается сквозь прошлые сегменты, чаще всего подобные вещи не являются разворотами. Поэтому по фунту я лично уже больше не жду обновления минимумов. Премии границ рынка пунктов начали тоже поднимать вверх. Поэтому, следовательно, при таком раскладе я склоняюсь к варианту, что если будет коррекция, то примерно в район 21.61.22. И отсюда мы уже увидим примерно на 24.50 рост. То есть, грубо говоря, соотношение 250 пунктов потенциальной прибыли против 40 пунктов возможного риска. Поэтому здесь я буду все-таки стараться работать на покупке, но с коррекцией. Потому что с текущих, я считаю, это как-то нецелесообразно с позиции рисков. Просто и стопы поткнуть нормально здесь тоже негде. Поэтому у меня вот такая вот схема. Именно благодаря тому, что сделали уже полное, даже на часовом графике, это видно, уже полное перекрытие вот данного сегмента. Так, и касательно золота. А вот по золоту у меня мнение такое, что с прошлой недели я его ждал в район 1700-1710. Именно здесь находится, по моему мнению, самая сильная область поддержки. И, соответственно, от этой области я уже буду действительно рассматривать серьезные покупки. Из текущих, если честно, я сильно сомневаюсь. Вот глядя на комбинацию вот такой движения цены, очень похоже на зарождающуюся трехпазмную коррекцию. Поэтому при подобных раскладах у нас чаще всего будет происходить тестирование близлежащей сильной поддержки. А здесь она именно действительно сильная, потому что у меня фиолетовым цветом показан депок достаточно мощный. Скопление профилей, они все попадают как раз вот раз, два, три. Ключевых недельных профиля попадает в зону действия 1700-1710 поддержки. Плюс недельные также у нас находятся здесь премии фудов рынка. Поэтому, собственно, вот с текущих я бы, например, не советовал бы пока лезть в покупки, потому что даже ту реакцию, которую пытались вчера дать на мизерных объемах, ее уже практически вот прямо сейчас онлайн полностью перекрывают. Поэтому при подобных комбинациях чаще всего происходит обновление минимумов. Короче, с этой областью просто для себя ее запомните 1700-1710. Отсюда я уже буду рассматривать покупки с целью на перехай 1765. Поэтому соотношение тоже очень классное здесь у нас получается. Так что будем работать. Такое мы мнение по золоту и по фунту. Спасибо тебе, Денис. Сегодня прям лаконично, кратко. Я думаю, что можно взять за основу сегодняшний эфир и в будущем применять экспресс практику анализа. Ну что, будем тогда подводить итоги. Получается, следующий четверг. Соответственно, удачных тебе торгов и до встречи. Да, взаимно, коллега, взаимно. До встречи торгов. Пока-пока.